Из этого ролика вы узнаете, так стареют ли голые землекопы, в чем еще одно сходство между динозавром и курицей, как научить кусочек мозга играть в компьютерную игру, как высоко забирается микропластик и какой сейчас предел разрешения 3D-печати. Всем привет! Вы смотрите научно-популярный канал QWERTY, а меня зовут Владимир. Первым делом, разумеется, я должен сообщить вам, что 25 декабря космический телескоп Джеймса Уэбба был запущен с космодрому Куру и сейчас направляется к точке L2 в системе Солнца-Земля. Оттуда он передаст первые научные снимки примерно через полгода, после завершения всех программ развертывания, калибровки, юстировки. Но подробнее об этом эпохальном научном событии смотрите в свежем ролике пулковского астронома Кирилла Масленникова. Мы же сосредоточимся на других самых интересных новостях науки за предыдущую неделю. И как всегда, ссылки на все подробности и источники будут в описании. Нечасто я позволяю себе рассуждать о вещах, доступных человечеству ну уж очень сильно гипотетически. Может быть зря я так скромничаю? Существует концепция под названием зонд фон Неймана. Это самовоспроизводящийся космический корабль. Он прилетает в соседнюю звездную систему, отыскивает где-нибудь в поясе астероидов ресурсы, создает свою точную копию и отправляет ее в следующую систему. Сам же остается выполнять исследовательские или другие задачи, заодно построив ретранслятор и другие устройства. Для создания точной копии космического корабля потребуются 3D-принтеры, способные печатать отдельными атомами. Тогда они смогут использовать добытые полезные ископаемые для производства деталей сколь угодно сложных. Недавняя статья в Nano Letters описала процесс 3D-печати металлических объектов с разрешением пусть и не в один атом, но уже в 25 нанометров. Материалом для печати послужили положительно заряженные ионы меди. Устройство использует принцип гальваники и имеет сопло диаметром от 1,5 до 250 нанометров. Причем при самом маленьком диаметре через сопло единомоментно проходят всего два иона меди. Регулируя диаметр сопла и силу тока между подложкой и соплом, получилось печатать объекты размером всего в 25 нанометров. Это около 200 атомов в ряду. Волос в несколько тысяч раз толще. В первую очередь, этот метод пригодился бы в микроэлектронике и создании наносенсоров. Ну а во вторую, дело за малым. Осталось изобрести нормальный межзвездный двигатель и сильный искусственный интеллект. Или хотя бы оцифровать мозг и личность человека для того, чтобы он принимал решения и управлял всем процессом. И тогда мы будем готовы к запуску зонда фон Неймана. Последняя фантастическая книга, которая потопталась на втором таком сценарии, это «Мы легион, мы Боб». Где только не обнаруживали микропластик. Про почву и океан даже говорить не хочется. В Антарктиде его находили. Не удивлюсь, если он в скором времени доберется и до Луны. По крайней мере, пограничный слой тропосферы он способен пересекать. А это 2-3 километра высоты. Интересно, что замеры микропластиковых, так сказать, осадков в крупных городах и в заповедниках показали, что очень уж значительной разницы между этими территориями нет. В среднем в день на квадратный метр в заповедниках США выпадает 130 частиц. А в китайском городе Дунгуане около 250 частиц, но бывает и до 360. То есть микропластик прекрасно путешествует по всему миру на дальнее расстояние. В Пиренеях есть обсерватория Пик Дю Миди, расположенная на высоте 2 километра 900 метров. Ветер на такой высоте более сильный, его не тормозит трение земной поверхности. Поэтому и содержимое ветра переносится на более длинные дистанции. В 2017 году эта обсерватория, а точнее ее станция атмосферного мониторинга, 4 месяца собирала данные о содержании микропластика в аэрозолях, которые попадались в ее фильтрующие элементы. На каждый кубический метр, проходящего через фильтры воздуха, приходилось от 0,09 до 0,66 частиц микропластика. Их диаметр был от 3,5 до 54 микрометров. Больше всего было полиэтилена. Затем примерно в 2 раза меньше полистирола, потом шел поливинилхлорид, полиэтилент и рефталат и полипропилен. Ученые смогли сопоставить данные метеосводок и получили примерную картину распространения микропластика, атмосферного, а точнее тропосферного переноса и рассеивания частиц. Оказалось, что в среднем каждая частица пролетела 275 километров, не опускаясь при этом ниже 2 километров. То есть микропластик может спокойно прилететь с другого континента, и преград для него практически не существует. Так что ветер, друг, придай мне силы. А чтобы рассказать о том, сколько пластика может оседать в наших легких, или как он может влиять на ЖКТ, нужно заводить рубрику научных страшилок. Хотя мы обычно и так не стесняемся. А теперь немного об одной из любимых наших тем, о старении, а точнее о борьбе с ним. Но на этот раз мы скорее добавим ложечку дегтя. Одно из удивительных животных, голый землекоп, отличается не только шармом и обаянием, но и наплевательским отношением к старению. Голый землекоп не подчиняется распределению гомперца. Смысл распределения в том, что риск умереть от естественных причин для существа повышается с его возрастом. Вот здесь вот можно найти примерный риск смерти для человека в каждой из годов жизни, от 30 до 80, если не учитывать причины, не зависящие от возраста, нападение диких зверей, например. Вот там все и будет. У головы же землекопа риск не возрастает. График в левом верхнем углу, относящийся к землекопам, не стремится к вальгале, а представляет собой плюс-минус константу. Вот и живет голый землекоп до 30, а иногда даже до 37 лет, при том, что другие грузуны его размеров живут всего пару лет. С другой стороны, заболеваниям землекопы тоже подвержены. Тем же раковым опухолям, проблемам с почками, репродуктивной системой, но все же в гораздо меньшей степени, чем другие млекопитающие. И тех же раковых опухолей у всех землекопов нашли буквально несколько штук. Все благодаря системам репарации ДНК. Из-за болезней, правда, в подсчетный список пренебрежимо стареющих животных, где явное засилие саламандр, землекопы так и не попали. Но так как кроме внешних признаков старения существуют еще и клеточные, то ученые решили заглянуть и туда. Мы уже рассказывали про эпигенетические часы, очень точный маркер биологического возраста. Он учитывает множество меток, которые с возрастом появляются на ДНК, или наоборот исчезают из нее. То есть, взглянув на ДНК существа, можно определить, в каком биологическом возрасте оно находится. И для голого землекопа построили точно такую же модель эпигенетических часов, проанализировав несколько сотен образцов ДНК из разных тканей на предмет наличия или отсутствия меток в 30 тысячах участках генома. Как оказалось, тут землекопам не удалось обхитрить Кроноса. Модели достаточно точно могли предсказывать их биологический возраст, то есть изменения на клеточном уровне с возрастом у них появляются. Цветные точки на графике – это показатели землекопов. Красные – человека. Зависимость возраста реального и расчетного присутствует. А вот дальше интересно. У землекопов размножается только одна самка – царица, и несколько ее приближенных самцов. Такая организация общества называется эосоциальной. И, кстати, считается, что это один из признаков того, что все землекопы, в том числе взрослые особи, застряли на стадии новорожденного. И то есть относятся к так называемым неотеническим животным. Посмотрите, шерсти нет, уши не выросли, температуру тела поддерживать не умеют. Все как у младенцев, в том числе и регенерации нейронов и репарации ДНК. Так вот, размножающиеся особи у землекопов показали свой биологический возраст гораздо ниже, чем у обычных рабочих особей. Несмотря на это, исследования показывают, что хотя бы один из процессов старения, но все же имеется у землекопов. Но он не связан с физиологическими изменениями, происходящими с возрастом. И это уникальная эволюционная фишка землекопов, достойная дальнейших исследований. Все больше можно укрепляться в подозрении, что между современными птицами и древними динозаврами очень много общего. В Южном Китае обнаружили прекрасно сохранившийся эмбрион динозавра. Эта поистине чудесная окаменелость демонстрирует эмбрион авирапторозавра, свернувшийся точно так же, как сворачиваются, готовые вылупиться, птенцы современных птиц. Выходит, что такое поведение было характерным для оперенных тераподов с беззубыми клювами, иногда даже гребнями, уже порядка 70 миллионов лет назад. Авирапторозавры вымерли, как и многие другие, 66 миллионов лет назад. Птицы же взяли свое начало у более ранних тераподов. На самом деле, это яйцо пролежало в хранилище музея целых 10 лет и имело все шансы пролежать там еще столько же, если бы не инвентаризация. Кстати, хорошая мысль перед Новым годом. Ранее таких поз у нептичьих динозавров не видели, но и их эмбрионы в основном встречались неполными или разрозненными. Этот же красавец явлен как есть, с головой между пятками, 23 сантиметра с головы до хвоста, размещен в яйце 16 сантиметров в длину и явно готов к появлению на свет. Не очень точно, но все же это яйцо многое рассказало о развитии и эволюции динозавров. Хотя бы то, что, скорее всего, такие свернутые позы начали появляться у тераподов многие десятки или даже сотни миллионов лет назад. И вообще, это очень похоже на стадии развития эмбриона курицы. С другой стороны, птицеподобное гнездование у тераподов наблюдалось и ранее, а одного троодонтида даже как-то нашли спящим, разумеется, вечным сном, с головой под передней конечностью, позой, очень характерной для птиц. Но знаете ли, такие находки все еще единичны, и качественное сравнение эмбрионального развития разных видов динозавров делать очень трудно. Гораздо труднее, чем в который раз посмотреть на своего попугая или курицу и представить их связь с родственниками из мела. Знаете, кто учится играть в понг лучше искусственного интеллекта, но хуже человека? Нейроорганоид. Это церебральный органоид. Сгусток нервных клеток, выращенный в чашке Петри. В нем до 1 миллиона человеческих нейронов. В эксперименте такой нейроорганоид помещали на подложку с матрицей из микроэлектродов. Таким образом можно было считывать активность нейронов. Затем для него написали подобие классической аркады. Игры понг, но только без оппонента, со стеной. Выглядит это до боли узнаваемо. Информация о нахождении меча подавалась на электродную матрицу с правой или левой стороны. Ну а нейроны органоида могли отправлять сигналы, говорящие о том, куда нужно передвинуть платформу. Если постараться, то можно провести аналогию между этим органоидом и любым человеком, застрявшим в виде куска видящего сны мяса в матрице. Интересный экзистенциальный опыт. Как оказалось, мини-мозги не могут играть в понг так же хорошо, как человек, но они учатся быстрее, чем некоторые виды искусственного интеллекта. Иногда в течение пяти минут или даже в режиме реального времени. И тут стоит задуматься о том, что ИИ и биологические нейроны могли бы дополнять друг друга в задачах машинного обучения, ну или уже человеческого обучения. Тут уже непонятно, что должно идти первым. Самая интересная новость у прошлого ролика стала новость про то, что солнечный зонт Паркер впервые дотронулся до Солнца, несколько раз пересекая критическую поверхность Альвена. Это зона, где кончается солнечная атмосфера и стартует свободный солнечный ветер. Паркер пробыл внутри пять часов. В 2025 году Паркер подойдет на минимальное расстояние к Солнцу, чуть более 6 миллионов километров, то есть меньше 9 солнечных радиусов. А к этому времени повысится солнечная активность в соответствии с ростом активности солнечных пятен внутри 11-летнего цикла. А значит, что и граница атмосферы отодвинется дальше от Солнца, позволяя Паркеру находиться внутри нее все более продолжительное время. Ну что ж, а на этом на сегодня все. Большое спасибо вам за просмотр. Ролик с итогами уходящего года мы собираемся выпустить в последний день этого самого года. Ну а до тех пор вы можете проголосовать за самую интересную новость этого выпуска в нашем телеграм-канале. Написать свое мнение в комментариях и подписаться на Кверти, если вы этого еще не сделали. Ну и конечно же щелкнуть колокольчик, чтобы не пропустить итоги. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok